друзья приветствую всех у себя на канале и хочу вам сегодня предложить приготовить шахплов или как его еще называют праздничный плов давайте посмотрим что нам для этого понадобится для этого нам понадобится курага изюм растительное масло зера куркума соль перец три небольших луковицы 1 большая морковка мясо 2 пачки сливочного масла а еще будет у нас рис ну который я заранее отварил сейчас мы распалим костер вернее стартер и займемся нарезкой первым нарежем лук его мы будем нарезать полукольца следующая идет морковка ее мы будем нарезать небольшой соломкой а мясо порционными кусочками шахпол это не просто рис и мясо а кулинарный шедевр побравший в себя всю прелесть восточной кухне изысканный вкусный венциносный плов им угощают самых дорогих гостей универсальность у блюда является запечатывание и запекание ги в лаваше. В итоге плов внешне напоминает корону шаха. В казан налили миллилитров 100 масла. Как масло нагреется начнем обжаривать мясо. Мясо будем обжаривать до золотистой корочки. Ну я так думаю минут 10-15. Минут через пять жарки, присолим и приперчим и еще минут 10 будем обжаривать. Мясо стало золотистым и самое время собрасывать лук вместе с морковкой. И пока они будут обжариваться, напоминаю, зирвак будем готовить до полной готовности мясо. Мы нарежем курагу, она крупная, нарежем на 4 части. Мясо практически готово и самое время забросить курагу с изюмом и оставить еще минут на пять. Шах плов это королевское блюдо на праздничный стол. Он станет украшением любого стола. Порадует вас и ваших гостей. Казан сняли с костра. Еще раз все перемешаем и самое время поставить масло чтобы оно растапливалось на костре для того чтобы смазывать наш лаваш. И остался последний штрих для зирвака. Мы положим, вернее присыпем все зирой и пусть зира настаивает зирвак и отдает ему свой аромат. честно едва напоминаю, читаю, посмотрите и我們 по моему творения ткаго, что разве что-то напоминаю всё это такое. Стирочки, ткань и adaptation зирвала. рис варится 20 минут свой я варил 5 для плова и на килограмм риса я добавил 50 грамм сливочного масла и чайную ложку куркумы все прям воду и так она варилась это для того чтобы придать рису очень красивый и аппетитный цвет масло готово с помощью тарелки вырезали круг для того чтобы положить его на дно из лаваша вырезали небольшие полоски порезали вернее его на полоски это для удобства что подобнее было собирать казан и начинаем все тщательно смазываем с первой со второй стороны и начинаем собирать казан это роскошное блюдо является одним из самых древних на земле как только люди научились культивировать рис сразу же появился плов его варианты здесь уместно вспомнить еще одну турецкую поговорку говорящую про то сколько в мире городов столько есть и рецептов плова казан обложили лавашом обратите внимание на рис какой красавец у нас получился на дно выкладываем сначала рис сверху идет мясо и так шарами пока будет казан полный было если ты когда рисунешься и так шарами поговорим внутри или верно там решаются дальше в предыдущий раз и на иди мне, как вы сразу треетесь и так шарами возьмем сюда даже приготовить тут я выбираю, что для нас настроение, я сейчас выбираю как мы собираем и thousands и и длиной, не просто и прогуруем, давайте с ними Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Немножко притрамбовал листик за листиком, мы закрыли наш казан. Можно использовать крышку, но я почему-то использовал фольгу. И отправляем все на час в выбор при температуре 120-150 градусов. Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Время пролетело быстро и настал момент истины. Самое время посмотреть, что у нас получилось. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дальше будет очень много интересного И по традиции Хочу пожелать всем Любви и здоровья И выпить тост за вас! Добавил субтитры DimaTorzok